Всем привет, с вами Ян и сегодня мы будем ставить витрозащиту рук на Баджажбоктер. Я заказал вот такие вот лопухи и сегодня будем их устанавливать. В наборе есть полный комплект креплений, крепится все это дело вот сюда вот в ручки. Для этого нужно будет распотрошить вот эту резину, сделать вот это отверстие. В наборе к лопухам этим есть все крепления. Заказ за волос Алика стоит 350 гривен, ссылочку оставлю в описании. Начнем, пожалуй, с левой ручки, потому что она неподвижна, потому что с правой ручкой будет потруднее, потому что тут все-таки газ. И нужно будет некоторые махинации провести, чтобы правильно установить на правую ручку вот этот лопух. Вот, кто-то сверлит все это дело дрелью, я все это дело буду разрезать обычным канцелярским ножом. Вот все необходимые крепления, которые нам пригодятся сегодня. И тут есть вот такие вот металлические планки, две штуки, для того, чтобы... То есть вот так становится вот сюда крепится вот это ухо, и та сторона крепится вот здесь отверстие. Сюда вставляется одна часть вот этой планки, и закручивается сюда под крепление для зеркала. Вот. Ну, в общем, сейчас канцелярским ножом будем делать вот это отверстие для крепления. Так, вот понемногу уже разрабатываю вот это отверстие, еще немного, и сюда можно будет спокойно вставить вот эту вот детальку. Итак, отверстие сделано, то есть эта вот штучка сюда вот так вот заходит. Теперь, что нам нужно. Нам нужен сам лопух. Вот такая вот тут должна быть гаечка распорная. Вот этим вот концом она заходит вот в это отверстие. Вот этот длинный болтик, и вот это вот крепление, которое тут крепится на лопух. И теперь все собираем вот таким вот образом, и вставляем туда. Вот так должна выглядеть наша конструкция перед тем, как мы будем ее засовывать. Вот эта пимпочка стоит, она будет распирать в итоге эту пластиковую трубку. Вот так выглядит с обратной стороны конструкция. Для того, чтобы закручивать вот этот болт, вам потребуется шестигранник на 5 мм. И для того, чтобы открутить потом зеркала, вам будет необходим ключ на 17. Вот, ну что ж, пробуем сейчас будем вставить. Так, вот все это дело я поставил, и когда вот так вот стоит лопух, то есть не закреплен с той стороны, рычаг сцепления там отлично помещается. При этом, если приезжает лопух, то даже в таком положении рычаг сцепления не нажимается, то есть он идет упор к стенке, но не нажимается. Вот, смотрите, мы поставили в крайнее положение, а тут еще не хватает добротного вот таких сантиметра. И при этом лопух я прижал уже полностью. Поэтому, скорее всего, придется просто как-то кустарным образом делать подобные пластинки, но сантиметра на полтора просто больше. Иначе закрепить лопух за зеркало не представляется возможным. Разве что крепить лопух на вот этот винт. То есть раскручивать винт, который держит рычаг сцепления, и сюда уже прикручивать. Но пока я думаю, буду ездить просто вот так вот. Ну что, переходим к правой ручке. Начал уже разрабатывать отверстия со стороны ручки газа. Вот, тут потруднее все будет, потому что тут не только резина, а еще и внутри, как видите, белый пластик. Поэтому правую ручку, конечно, было бы быстрее сверлить, но поскольку я не брал с собой ни сверл, ни дрели, ни шуруповерта, то буду ножом так же сам разрабатывать. Причем тут нужно будет разработать более широкое отверстие, чтобы не заедала ручка газа. До момента, чтобы ручка так вот свободно ходила, без сопротивления. Вставил, закрутил, все. Касательно крепления вот здесь, то есть в принципе можно через какой-то мелкий переходничок прикрутить опять же на вот этот рычаг, на болт этого рычага, и вот так вот себе спокойно оставить. Потому что даже если так прижать, то тут ничего как бы не мешает, рычаг нажимается спокойно, его не сдавливает. И возможно тут так же само через мелкий переходничок я прикреплю как раз к этому винту уже. А может к зеркалу сделаю, но посмотрим. Сначала надо испытать, как оно будет вообще, если закреплено только с этой стороны. Вот, мотоцикл имеет вот такой вот вид. Честно говоря, когда всегда смотрел на такие фотографии, мне вообще не нравилось. То есть как они выглядят, эти лопухи. Не сказать, что мне не сейчас нравится, как выглядят, но сильно хуже не стало, разве что найти где-нибудь бы вот такие катафото, либо просто ленту найти красного цвета, и тогда мотоцикл визуально будет выглядеть чуть-чуть привлекательнее с этими лопухами. Вот. А сейчас выезжаем и смотрим, как себя чувствуют вот такие вот лопухи на дороге, при встречном ветре. Вот. Прокатился с этой ветрозащитой, в целом она мне понравилась. Стоит на 310 гривен. Ссылочка, как я уже говорил, будет в описании. Понятное дело, полностью она не защищает ваши руки от ветра, но вот в такую холодную погоду, как сегодня, это 3-4 градуса в перчатках и с такой ветрозащитой, ехать очень даже комфортно. Очень важно, кстати, поставить под одним углом ветрозащиту относительно курка, то есть не просто ставить под одним углом, и считать, что это правильное расположение. Сделать это, в принципе, очень просто. Как бы ничего трудного в этом нет. Затем вот это крепление, которое должно идти на зеркало. Я решил, что ставить сейчас не буду, я прокатился по городу, и в целом оно здесь не нужно на таких скоростях. То есть, когда уже буду выезжать на трассу, тогда, может быть, что-то будет не так, будет выезжать или что-то бесить. Тогда да, тогда буду придумывать крепление. А пока вот так вот по городу я считаю, что крепление вот это 2-е тут пока не нужно. Поэтому пока буду ездить так. В общем, если понравилось это видео, ставьте лайк, не забывайте подписаться на канал и делитесь своими мнениями, вопросами в комментариях. На этом все. Я с вами прощаюсь. Ровных дорог и до скорых встреч!